В сравнении с окружающим его миром, человек не более как слабый тростник, но он тростник одарённой разумением. Во всех духовных традициях считается, что человек — это вершина творения на земле. Мы наделены разумом. Что такое разум? Смотрите, допустим, мы можем лучше обустроить свою квартиру. Это признак разума или нет? Мы летаем на самолётах — это признак нашей деятельности разума? Да? Но птички летают на крыльях. В чём разум заключается? А? Ну что, хорошо. Представьте, если птички начнут летать на самолётах. Это признак разума или нет? Хорошо, хорошо. Мы сейчас с вами так начнём общаться понемножку. А? Так. Ну, в своих целях используете этот признак разума? Очень интересно. Давайте рассуждать дальше. Хорошо. У меня к вам вопрос. Самолёты улучшают нашу жизнь или портят? Улучшают. Вы уверены? То есть они создают сейчас определённую концентрацию негативных веществ в атмосфере. Эти вещества накапливаются. И сейчас уже атмосфера Земли очень сильно страдает из-за наличия самолётов. Также наша жизнь осквернена большими домами, асфальтом. Продукты питания, которые мы вмешиваемся в их структуру, они становятся менее качественными. Все уже знают, что надо питаться натуральными продуктами, которые вылечены в натуральных веществах, а не те, к которым внесены какие-то изменения генетические. Любые генетические изменения означают уже, что этот продукт лучше не есть. Это не доказано. Сейчас в России, наоборот, ГНО разрешат фору. Спасибо вам большое, что вы меня слушаете. И мне также нравится, что вы со мной начали спорить. Это хорошо. Мы сейчас эту тему будем развивать. Это очень важно. Чем человек разумный отличается от неразумного? Итак, смотрите. Есть два типа разума. Есть материальный разум, который использует природу для того, чтобы эксплуатировать ее. Есть духовный разум. Духовный разум – это тот разум, который все орошает чистотой и красотой. Понимаете, духовный разум человека говорит, не трогай природу, ты лучше ее не сделаешь. Ты сделаешь только хуже. Духовный разум говорит. Материальный разум говорит, сделаем. Не волнуйтесь, сделаем. Все будет нормально. И идет борьба между материальным и духовным разумом. Смотрите, даже люди, которые очень сильны материально, они все равно пытаются жить там, где больше природы. То есть они создают большие красивые дома, но живут сами где? За городом. То есть там, и они хоть и производят генноманифицированные продукты, что они кушают сами, разумные люди? То, что выращено на огороде своими руками. Итак, смотрите, формула очень простая. Чем больше мы будем вмешиваться в природу, тем сильнее она будет страдать. Тем сильнее будем страдать мы. Формула очень простая. Чем больше мы сохраняем природу, живя на этой земле, тем больше мы проявляем свой разум. Но сохранять природу непросто. Для того, чтобы ее сохранять, для этого нужно изучать, как устроен этот мир. Нужно понимать, что есть законы, по которым это все растет. Законы Бога. Это не наши законы. Это законы Бога. На самом деле, вы скажете, ну нам надо же летать. А вы знаете, что в древней культуре тоже летали? Что у человека есть человек и заложена способность летать. Например, есть в летописях написано, что Серафим Саровский летал по воздуху. Своими силами. То есть у нас это все есть. Это признак другого развития разума, когда природа не меняется. Видите, я затронул очень трудно понимаемую тему. Давайте возьмем в целом. Наука что такое? Наука это то, что изучает проблему в целом. Допустим, если мы считаем, что наше присутствие на земле, как людей, которые пытаются что-то здесь поменять, благоприятно влияет на землю, тогда результат должен быть тоже благоприятный. Что мы сейчас видим по результату? Несколько направлений, по которым мы можем вообще уничтожить планету. Первое ядерное направление. Второе это кислород, воздух. То есть воздух сильно загрязняется сейчас химическими веществами. Третье направление это отношение к воде. Тоже оно неправильно и идет загрязнение в целом океана. То есть вода загрязняется в целом. Четвертое направление, по которому мы можем уничтожить жизнь, это озоновые вот эти вот дыры все. Пятое направление, по которому мы можем уничтожить жизнь, это уже отношение к человеку как таковому. Потому что смотрите, рождаемость падает в целом сейчас на земле. Увеличивается аномалии, рождение и так далее. Если говорить о генномодифицированных продуктах, то в Европе уже по факту люди не разлагаются. Потому что бактерии брезгуют кушать как бы наше тело. Они уже не могут, тела не разлагаются, то есть отмечают эти, что не гнием. Хотя бы горят. Пока еще горят, да. Ну то есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что пока человек с помощью своего попытки что-то влиять на природу, жить более комфортно здесь, эта попытка приводит к обратному результату. Более комфортная среда, в которой мы живем, город является самой неэкологичной средой для жизни, по факту. То есть жизнь на природе гораздо более экологичная и здоровая, чем жизнь в большом городе. Все это прекрасно, я надеюсь, понимают из вас. Ну попробуйте в сравнении. Я вот сейчас живу в деревне, я чувствую, что жизнь просто намного отличается, чем жизнь. Я в Москве 7 лет прожил. Разница колоссальная просто. Для психики, для тела и так далее. Мы нуждаемся вот в деревьях, в птицах, понимаете, в красоте этого мира. Мы в этом нуждаемся. Не в машинах, не в самолетах, а вот в этом мы нуждаемся. Я там увидел, хоть беременные женщины по улице ходят. В Москве очень много бесплодия. Причина нет контакта с природой у женщин. Понимаете, мы сами себя по факту разрушаем. Я не против материального разума. Его надо правильно применять. Люди всегда имели материальный разум и духовный разум. Но именно духовный разум отличает человека от животного, потому что животные точно так же пытаются норки себе строить. Они так же пищу добывают, так же сексом занимаются, так же комфорт создают. Все то же самое. Разницы никакой нет с точки зрения. Просто мы это делаем более изощренно. С этой точки зрения мы не отличаемся от них, потому что веды говорят, разум означает, что мы создаем себе будущую жизнь. Не вот эту жизнь, в которой мы сейчас живем, а будущую. Но то, что ты построил большую квартиру красивую, в следующей жизни ты ее с собой не возьмешь. Чтобы понять, что такое создавать будущую жизнь, надо понять, что есть грубое тело, ради которого материальный разум действует, он обустраивается в этом мире. Есть тонкое психическое тело, есть духовное тело. Даже когда человек действует на уровне морали, нравственности, означает действовать на уровне тонкого тела. Это уже дает возможность в следующей жизни жить лучше, чем сейчас. Потому что если человек становится правдивым, если он становится смиренным, если он становится нежным, добрым, решительным, доброжелательным, позитивным и так далее, это все остается с ним дальше, в следующую жизнь уходит. Тонкое тело не разрушается со смерти грубого тела. Таким образом, видите, разум означает, разумная жизнь означает, что мы меняем свое существование не в сторону укрепления себя здесь, в этом теле, а мы влияем на следующее, на будущую свою жизнь. Вот в этом человек отличается от животного. Все остальное, я согласен, что, ну, конечно, это смешно думать, что мы как бы точно так же живем, как животные. Я говорю просто сейчас о нашей следующей жизни. Кошка об этом не занимается этим, она об этом не думает. Человек может этим заниматься. В этом заключается различие. Есть еще одно различие. Человек может быть бескорыстным и служить бескорыстно. Животные не могут. То есть животные скутаны эгоизмом. Человек может победить себе эгоизм. В этом заключается различие. И интересно знать, что по-настоящему разумные люди, они знают, что они слабы в этом мире. Потому что, когда человек чувствует себя как бы очень сильно в этом мире, он чувствует, что он типа ворочает очень много чем, и он очень сильный здесь. То он забывает о том, что если он перестанет дышать, кислород выключит на 10 минут, то он тю-тю. Воду неделю не будут давать тю-тю. Пищу месяц не будут давать тю-тю. Вот. Мы очень сильно зависим от всего, что вокруг нас происходит. Мы зависимы. И поэтому в сравнении с окружающим миром человек не более как слабый тростник. Здесь говорится. Но он тростник, одаренный разумением. То есть нашу вот слабую жизнь, которую очень легко забрать из человеческого тела, то есть очень легко человека оставить без тела. Это несложно. Вот. Но мы должны эту жизнь использовать не для того, чтобы здесь устроиться. В Москве там работа, чтобы... Это все надо для того, чтобы выжить просто. Но если человек этому придает главное значение в своей жизни, у него в сердце возникает неудовлетворенность. И причина заключается в том, что единственное существо, которое может послушать свое сердце, это человек. Потому что там находится представительство Бога, которое по-русски называется совесть. Совесть это не моя штука. Это штука, которая мне не принадлежит. Это принадлежит Богу. И когда человек чувствует неудовлетворенность в жизни, это значит, что он реально не тем путем идет. И понять, что не тем путем, очень просто. Если я живу для грубого тела, только вот для комфорта, удобства и работы, это для грубого тела. Это означает просто зря. Просто зря. Потому что вот немножко совсем лет осталось, и следующее тело будет. Вот, кстати, люди вообще этого не понимают многие. Вот сколько мне жить осталось? Мне сейчас 48 лет. Сколько мне жить осталось? 50. Ну, как бы есть разные мнения там. Ну, десяточек помучаешься еще. Это уже не жизнь. Ну, как бы помучаешься десяточек. Ну, пятнарик там. Ну, до девяносто, хорошо. До девяносто. Хотя, по статистике, это маловероятно. Обычно средняя продолжительность жизни в России, особенно если летать, постоянно лекции читать, ну, 65-70 лет. Максимум. 65 средняя продолжительность жизни, а 70 это уже вот потолок. Так можно для себя считать. Видите, вы махтаете вот так головой. Это признак иллюзии. Многие мои друзья уже... Тю-тю. Это признак иллюзии. Это означает, что мы в иллюзии находимся. А мне жить, Олег Геннадьевич, вот вы так про себя говорите, а мне жить долго. А вы знаете, признак разумного человека, он заключается в том, что он знает, что скоро помирать. Это признак разума. Потому что вот когда человек в иллюзии живет, что мне здесь долго, это и есть неразумность. Скоро ты выйдешь из этого тела. Вот это признак разумности. И когда человек это понимает, то он чем занимается? Тем, что останется с ним. А? Духовной жизни, да. Одна песенка есть такая хорошая. Из нее сделали шлягер в свое время, но ее написал Робин Дранат Тагор, и он писал о том, что он уйдет из этого мира к своему близкому человеку. Он писал об этом. И он настраивал как бы близкого человека на то, как надо относиться к тому, что я уйду. Я уплываю, и время несет меня с края на край. Сотмели, котмели, с берега к берегу, друг мой, прощай. Ты посмотри, ты посмотри, не осталось ли что-нибудь после меня. Понимаете, о чем я говорю? То есть он говорит о жизни своей, что вот следующая жизнь, там будет следующая. И он близкому человеку говорит, ты посмотри без отчаяния, без отчаяния посмотри. Почему? Потому что вечный закон, побеждающий смерть, это любовь моя. Понимаете? То есть об этом поется в песне, а не в том, что я типа тебя бросаю, но ты не отчаивайся. В этой песне поется о том, что люди прожили всю жизнь вместе, и теперь один уходит, и он настраивает на то, как надо дальше относиться к этому. С берега к берегу, котмели к... Я как бы уже с этим именем уже не буду связан. Это имя уже не мое. Меня будет по-другому как-то называть. Понимаете? Ну ты посмотри без отчаяния. Вспомни мой облик, будто случайно. Это не сон. Это любовь моя. Это не сон. Ты вспомнишь меня, это не сон. Ты реально со мной будешь контактировать. Понимаете? Это знание, это означает знание. Люди не уходят. Вот это ощущение человека, которое мы помним, контакт с ним происходит. Я это серьезно изучаю. Есть контакт. Понимаете? Нет смерти. Надо об этом знать. Если мы об этом не знаем, то это все бред, чем мы тут занимаемся. Просто бред. И любовь моя не означает просто секс. Это другое, другая вещь. Это означает очень глубокие, возвышенные отношения между людьми. Продолжение следует...